Друзья, на нашем канале выходит не все Если вы хотите видеть трэш, если вам не хватает информации Подписывайтесь на наш телеграм-канал Ссылка в описании в первом комментарии Переходите, подписывайтесь, оставайтесь с нами Всем пока Лайфхак по-деревенски Жила-была в одной деревне женщина Чумаль Вся такая угрюмая, злая Одним словом, ега Ходила по деревне Ни с кем не здоровалась Ни с кем не разговаривала Постоянно мечтала дворянкою стать Чтобы ее уважали все, да боялись Вот присела она как-то у окна Смотрит на свою соседку, да размышляет Я же грамоте училась, сама мелифисента обучала Как же ванну солить? Как-как, придумала Буду писать царю-батюшке доносы Мол, в моей деревне одна соседка голубей выращивает А в голуби ее рыбу в пруду утравят Еще и хлеб печет На всю деревню отвратительно приятный запах Слюнки текут Вот взяла женщина ега Бумагу Написала донос И отправила царю на рассмотрение Прошла неделя Приехали опричники царя Осмотрели подворье соседки Принюхались Да и говорят Хозяйка, у вас все хорошо И голуби чистые И хлеб свежий А тем временем ега со своим братом Кащеем Взяли в ведро дохлой рыбы Да побежали к пруду Хотели они, чтобы поданные царя увидели Какой вред приносят эти голуби Но баба Чумаль не подумала своими куриными мозгами Что их черные деревни могут увидеть соседи И в тот момент к пруду как раз шел старичок Стал он этой еге и Кащею причитать Да выговаривать Испугались они Убежали Даже ведро свое вставили На следующий день разъяренные соседи Написали телеграмму Общества Помогайка Рассказали про эту егу И Кащея какие доносы она пишет Какие черные делишки проворачивает Рассказали, что ега дворянка хочет стать Вот прошло три дня и три ночь Приехали к еге Общество Помогайка А также собрались все соседи возле ее дома Да просят выйти и поговорить А она им кричит через дверь дубовую Говорит с вами Не буду Уходите Ну ладно Сказали соседи и ушли А общество Помогайка пошло посмотреть голубей К соседке Золушке Заходит в здание, где живут голуби И видит следующую картину Каждого голубя моют Под каждым голубем стоит работник И машет веером Чтоб голубь себя чувствовал комфортно Они и дар речи потеряли А потом Золушка повела своих гостей Показывать, какие грамоты И царь-батюшка присылал Пять лет подряд Лучшее подворье у нее Общество Помогайка посмотрели Все сдокументировали Чтобы потом в царскую газету напечатать И рассказать Кто же тут на самом деле неправ И уехали Я гуся сорок дней И сорок ночей Глаза не могла сомкнуть Тревожило ее все произошедшее Успела она за это время Аж шестьдесят новых доносов Написать на Золушку И ее соседей То ей забор соседский не нравится То люди часто к колодцу за водой приходят Фантазия у я гуси Так себе Она зачастую обращалась За помощью к Малефисенте А та, конечно, была умнее и грамотнее Но нет своего ума А от того, что Малефисента Обучалась давным-давно вранью И ложным доносом У сказочного персонажа По имени Большой Рад Сказочный персонаж этот Однажды раскрыл великую тайну Что на доносах ложных Можно заработать много золота Показывал он Малефисенте Собственные примеры Но время шло И соседи уже забыли про эту чумаль Как в один прекрасный солнечный день Я гуси узнал от Малефисента Ту тайну заработка О которой ей как-то рассказал Сказочный персонаж По имени Большой Брат И у я гуси Глаза загорелись Руки зачесались Вся прям расцвела Написала она В царское правосудие И про Меев И про Торбу Как ей из-за соседей Плохо спится Не жизнь А какая-то каторга В конце своего доноса Сочинение добавила Хочу за свои страдания Десять тысяч золотых монет Проходит месяц Пришел Ганец К золушке соседке На которую было доносов Что не счесть Да и говорит Вот в царское правосудие Пришло заявление О том, что Из-за вас, женщина Чумаль испытывает Нравственные раны Получите приглашение Ну а в конце Испугалась Что же она там прочла Подумаете вы А она прочла Что Яга просит Аж целых десять тысяч Золотых монет За свои нравственные ранения И ложный донос Но ведь у нее Никогда Столько золотых монет И не было Еще больше Загоревала золушка И стала думать Как избавить свою деревню От нечисти Чумальской Придумала Понравилась сказка? Тогда давайте вместе Пойдем в царское правосудие Двадцать шестого дня Двенадцатого месяца Девятнадцатого года Узнаем все же наконец Что придумала золушка И как Будет спасать свою деревню От нечисти Артем Ты выставляешь себя Независимым блогером Который зачищает Интересы простых людей Почему в моем личном конфликте С моей соседкой Ты стал на ее сторону Не выслушав меня Ты выпускаешь три ролика Совершенно необъективные Которые вызвали лавину Негативных комментариев С оскорблениями Угрозами К физической расправе Оскорблению меня Моей семьи Моих друзей Вот например Такие комментарии Бритвой по горлу И в колоде суку Значит Этот комментарий Серега Мест Сереге Местного Вообще стыдно читать Что написано Или пожалуйста Спалить эту суку заживо Вот Тем более сам ты В своих комментариях Допускаешь Необъективные Некорректные высказывания Существующая власть Ничего не может сделать Чтобы прекратить Травлю граждан Республики Беларусь Со стороны смаль Профессиональной Кляузницы Или Я безнаказанная Зарвавшаяся Переселенка Если один человек Терроризирует Целую улицу Улица должна Объединиться В сообщество И дать отпор Каким образом Сжечь что ли Артем Почему бы тебе Не удалить Комментарии Которые содержат Оскорбления Унижения Призывы к физической Расправе Оскорбления Меня Моей семьи Моих друзей И не показать Своим подписчикам Что есть Более цивилизованная Форма общения 26 числа В 14.00 Состоится суд Суд Гомельского района Где мы готовы Предоставить Возможность В прямом эфире Гражданке смаль Высказать свою позицию Уважаемая смаль Когда вы пишете В госструктуры Разную Туну людей 60 раз Проводятся проверки И не находится Ни одной из ваших претензий Вас это не задевает Но когда люди Пишут свое мнение В ютубе Вас это задевает И вы бегите К Ларисе Щуроковой К независимому Журналисту Оппозиционному Журналисту Чтобы вместе с ней Попытаться мне Заткнуть рот И цензурировать На моем ютуб канале Комментарии Ребят Вы ничего не перепутали Друзья Приходите в суд Расскажите свою позицию По этой истории Поучаствуйте В этом суде И послушайте Что именно происходит Какие именно Претензии У этой гражданки К людям Этого поселка